привет представься пожалуйста как тебя зовут и из какого города ты приехала привет привет меня зовут ирина я приехала с дальнего востока с хабаровского города сколько летела до сочи ир до сочи летела с пересадками екатеринбург около семи часов и сочи еще три с половиной часа то есть 7 до екатеринбурга и до сочи еще три с половиной да да серьезный тоже путь как перенесла в перелет прекрасно вообще на легке на легке скажи быстро ли приняла решение приехать на ретрит к светлане лавровой или долго думала наблюдала как этот процесс у тебя происходил со светлана я познакомилась два года назад и периодически я смотрела и ролики и чем больше да я просматривала тем больше меня тянуло в ту сторону да было такое чувствование что ну вот не туда надо туда да и в один момент какой-то я прям не задумываясь приняла решение что я хочу на ретрит было несколько ретитов за лето да ты еще летом зарегистрировалась да а за полгода даже за полгода где-то мая примерно до ретрита и прямо это решение было вот ну конкретное решение даже не раздумывая просто знала что тебе сюда нужно да я думаю да расскажи немножко про свои взаимоотношения с питанием с тем с той информацией которая у тебя есть про про наедение какой у тебя бэкграунд почему вообще заинтересовалась этим значит определенный путь до у каждого свой у меня свой я была очень полная свое время да не задумывалась а худела полнела но как-то не то было и в один момент я начала свое тело готовить чистки организма вот я поняла какой-то другой программу не подходит я решила заняться именно через вот этот процесс пока я готовилась чистки организмом в один день меня мое тело я не знаю переключила и включилась от еды от воды я не захотела не пить не есть в один день просто не захотела и у меня не было привязки к еде и к воде и я просто шла в этот процесс наблюдая что со мной происходит для меня это было новое для меня это было немножко страшно потому что я думала ну хорошо я слышала люди могут без еды но как без воды нам всегда говорят что пейте 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 я не хочу пить и меня кайфово кайфово я просто себя чувствовала налегке и я знала что мне надо съесть булочку и конфетку который там привязка была я хочу и все дайте мне и вот это вот вечером не ужинать и навязчивая идея еда в голове ты ходишь вечером вот эта еда одна и я хожу я летаю я не хочу кушать до прошло дня три вот чего начался вот я начала говорящего начался мой процесс в это пойти до неедение и я подумала ну уже три дня прошло не хочу ни пить ни есть но что такое на хоть водички немножко попью я немножко попила водички но потом дальше мой процесс пошел такой что я не хотела все-таки не пить ни есть но я понимала, что-то, наверное, надо мне в организм опустить, да, то, что я не знала, что с этим делать. К врачам же я с этим не пойду, да. Положат в психбольницу, вдруг, скорее всего, да. Но я лучше как-то своим путем. И вот я решила, что я как-то, наверное, буду есть один фрукт в день, мне этого будет достаточно. В нем и вода, и еда есть. И самое интересное, что я не хотела, не любила кислые продукты, вообще не любила никогда, не ела кислые яблоки, там, да, там, грейпфруты, помелы, а тут мне хотелось просто в день две дольки помелы съесть или одно кислое яблочко небольшое. И вот так я жила и пошла в чистку еще организма, и я так жила месяц. Но потом я стала задумываться, дальше надо как-то идти, а я стою на месте. И вот у меня, ну, скажем так, дорожка интернета, я делала запрос, вывела меня к таким людям, которые могут жить без еды и воды. Да, 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 это здорово. Я прям туда окунулась, и вот я как раз на этой дорожке встретила Светлану, и начала наблюдать, слушать, читать, и вот мне прям очень-очень откликнулось. Это прямо почувствовала, что это мое, это туда, куда мне надо. Как тебе Света в жизни? Вот ты смотрела через экран смартфона, сначала слушала ее, и вот увидела вживую. Как совпали ожидания и реальность? Какая она в жизни? Ну, для тебя оказалась. Это мое поле. Это мое поле. Вообще чистое, светлое, доброе. Вот такое вот. Она есть, она такая, как мы. Она вообще, она большая, она здоровская, она вот вообще на все. Я не знаю, я приехала, но у меня не было сомнений, когда я ехала сюда, да, когда я увидела, вообще растворилась в этом поле, вообще в Светаном. Ну, это не передать, это надо прочувствовать. Приехать сюда, чтобы почувствовать вот это вот вообще поле необыкновенное. А какие из тех практик, которые мы делали во время ретрита и во время перезагрузки, из практик, которые вот Светлана давала во время мероприятий, тебе больше всего вызвали резонанс в тебе? Я хочу сказать, что практики все, наверное, да, они вот по-своему, каждая, прям мощно я их прочувствовала, они прям вообще, ну, реально в мощной практике. Но вот практика по регрессу, которая была, она, конечно, настолько впечатлила меня, да, вот этим погружением. Этот процесс будет еще долгий, такой долгий, меня вот этой, вот этого процесса, как, ну, анализирование, наверное, да, еще я буду погружаться в него, понимать, осознавать, вот, ну, реально, перезагрузка, вот, реальная перезагрузка. Я, в принципе, сюда ехала, да, у меня не было, скажем так, какого-то определенного запроса, да, что вот конкретно я хочу это, или какой-то волшебного пендаля какого-то, но где-то, наверное, по сознанию было, мы все хотим, наверное, сюда, за ним и едем, но неожиданно для себя я его получила, вот неожиданно для себя. Вот я прям получила то, что вот хотела по запросу, хотя как бы, ну, не было прям такое, что прям вот, да. Ну, а можно, например, чтобы не в детали, в какие-то твои личные интимные не погружаться, да, а в общем, как ты можешь обозначить, а что ты получила? Ну, то, что ты можешь открыть вот на камеру, что такого ценного? Ты просто вся, тебя распирает, когда ты об этом говоришь, и ты можешь это сформулировать? Что это? Из какой плоскости этот подарок? Что это? Осознание? Что это такое? Это осознание, наверное, не, не, наверное, точно, осознание тех процессов, которые я в себе открываю. Но мне нужен был проводник этих процессов, куда правильно пойти, направление, ну, направить, куда пойти мне правильно, как пойти по этому, куда я хочу пойти. То есть это связано с твоей проявленностью, с твоими какими-то дарами, да? Да, да, да. Которые ты здесь поняла, как дальше можно раскрывать в себе. Совершенно верно, вот ты все сказала, что я хотела, но вроде не смогла. Нет, совершенно верно, на сту, на тысячу процентов. Ты смогла, но я как бы я подытоживаю, чтобы еще больше вот зафиксировать. Да, я так вокруг да около скромненько такая. Да, совершенно верно. Это видео ведь ты будешь смотреть сама. Ты же будешь его в какой-то момент смотреть сама, и то, о чем мы сейчас говорим, оно будет и для тебя тоже неким якорем той правды, которую ты сейчас для себя фиксируешь, вот эту точку, в которой ты сейчас фиксируешься. Я думаю, что это ценно. И я, кстати говоря, именно поэтому предлагаю всем напутствовать себе самим и желать что-то из сегодняшнего дня. Вот той тебе, которая там через год вдруг нечаянно найдет это видео. Что ты себе пожелаешь? Еще раз. Ты нечаянно откроешь канал Светы и найдешь там это видео. И ты будешь смотреть сама себя. У тебя сейчас есть возможность из сегодняшнего дня отправить себе в будущее послание. Отправь сама себе слова. Напутствие. Что ты бы хотела себе передать? Ну, передать. Идти дальше, не сворачивать по своему пути. Идти вперед, идти к свету. У любовь, благость, развитие. И все. Это вот ради чего я здесь. И на созидание людям, на созидание себе, всему человечеству, миру, мироздания. Ирин, я еще хочу спросить. Ты зарегистрировалась на ретрит. После ретрита, то есть ретрит мы проводили на побережье, на берегу Черного моря. А потом мы переместились на Красную поляну. И во время ретрита ты приняла решение, что ты бы хотела присоединиться к перезагрузке, вот к этой части нашего путешествия. Они же отдельные, да? Почему ты решила присоединиться и продолжить? Ну, потому что я, во-первых, увидела очень большой... Мне не хотелось из этого выходить поля, общего поля, из поля Светланы, из нашего общего группы поля. Мне не хотелось, я настолько окунулась в этот процесс. Это такой интересный, фееричный процесс вообще всего прям. От начала и до конца, как мы проводили дни в общении, да в практиках. Это мне не хотелось. А потом я почувствовала очень большой потенциал в этом во всем. свой потенциал внутренний, раскрытие внутреннего потенциала. И мне хотелось продолжения. Я бы еще осталась, если еще было бы. Еще осталось бы. Это мой самый лучший отпуск. Я в этом году третий раз в отпуске, да? Но этот отпуск я взяла ради ретрита. Потому что два предыдущих там, вот я на Горном Алтае была, да, на Байкале была. Ты прям как мы, на Горном Алтае, на Байкале. Я смотрела, там просто не совпадало по времени. Я где-то раньше-раньше купила. Вот. И самый лучший из всех тех, что у меня были даже за границей в предыдущие годы. Это мой самый прекрасный, самый лучший отпуск. А почему? Что здесь в этом отпуске, в этом путешествии? Есть такого, чего не было на Алтае, на Байкале, за границей, в твоих других отпусках. Это ничем не сравним. Это ничем не сравним. Он проведен с таким смыслом, наверное. В него очень много вложено. Вот несмотря на то, что вот... Нет, здесь все было. Был отдых, общение, практики. Мы прекрасно отдыхали. Галочка, тебе огромное спасибо за организацию. Это безмерно вообще. Мы настолько... Это было так легко. Но это просто... Я даже не знаю, мне очень сложно. Я очень волнуюсь выразить словами. Насколько это все здорово было. Это все было совмещено. Отдых. Мы расслаблялись. Да, релаксы получали. Получали практики. Общение. Это все было вместе. Это было столько много. Это было так насыщенно. Это было так здорово. Это ничем не сравнить. Это просто... Это просто космос. Очень я тебе благодарна за все твои эмоции положительные, которые ты мне отдаешь. Очень приятно это слышать. Что тебе понравилось, да? Как было сбалансировано. Вообще все здорово. Туристические наши поездки все, посмотры красивых мест и практики. То есть тебе было комфортно в этом, да? Очень, очень. Мы все успели. Мы все прям... Знаешь, я сейчас спрошу тебя про разницу ретрита и перезагрузки. Это же две разные программы. Вот как бы ты могла это описать? В чем разница? И как они между собой перекликаются? Ну, перезагрузка для меня это более серьезный процесс здесь был. Прямо более серьезный. Наверное, вот как-то у меня получилось... На ретрите он как-то начался, наверное, так плавненько. И вот здесь я пришла к тому, наверное, уже прям вообще такой более серьезной перезагрузки. Вот так скажу. То есть это было таким для тебя хорошим продолжением, чтобы у тебя дораспаковалось то, что вначале на ретрите ты начала немножко складывать, да, все это в какую-то единую картину. Да, совершенно верно. Наверное, поэтому еще вот меня прям сюда, мне, да... Мы когда приехали на ретрит, как-то у меня даже мыслей не было, да, как-то по продолжению. Как-то оно ушло, как-то потому что запланировано было время, все определенное на вот эти... Пять дней на ретрите и все. Да, 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 и все. И как-то даже в первый день, я сразу в первый день не поняла, что я иду дальше. Вот в первый, даже вот у меня не было ни второго, ни третьего. В первый день не поняла, что... Ну, на самом деле на ретрите у нас в этот раз такая группа. У нас за сутки люди получили открытие. Поэтому меня не удивляет, что ты в первый день приняла это решение, потому что в первые сутки после ретрита участники в большей степени, они все вскрылись. Вскрыли свои, скажем так, ситуации, да, с которыми приехали. Мы приехали, очень глубоко открылись, люди очень глубоко открылись. Это было видно, это как бы выражение их готовности, вашей готовности каждого человека к трансформациям. То есть люди приехали готовые какие-то, прокаченные. И я бы, Галина, если бы я не осталась вот еще на перезагрузку, наверное, я уехала как-то на половинку себя, что ли, вот так скажем так, на половинку себя. А вот здесь, ну прям вот, ну вот прям вообще, вот на перезагрузке, да, вот прям вот, ну все. Я уехала вот прям. Когда мы планируем перезагрузку вообще в любом месте, куда мы едем, на Алтай, на Байкал, в Красной Поляне, как раз на самом деле это и есть идея основная. Хочется, чтобы люди смогли посмотреть красоту тех мест, где мы находимся. И в то же время, чтобы там остались какие-то практики и работа с полем. Потому что во время ретрита, вот эти пять дней, мы сидим в зале и практически мы мало видим, мало видим то место, куда мы приехали. А едем-то мы тоже далеко, там вот 7 часов мы летели на Байкал отсюда. Ну то есть такие, преодолеваем расстояния. И, конечно, перезагрузка, она позволяет как-то поконтактировать с местом, вот посоединяться, да. Тем более такие невероятно красивые места, я сама любуюсь. Не устала любоваться. Они все виды шикарные, очень шикарные. Ну, для меня... Ну, восторг, конечно, восторг. Восторг. С утра до вечера восторг. Просыпаешься с этими эмоциями и ложишься. Я очень желаю увидеть тебя на наших следующих программах, путешествиях. Мы, кстати говоря, расписание подготовили и опубликовали уже на 25-й год. Посмотри, присоединяйся. Я знаю, я уверена, что я буду, я прямо это знаю. Конечно, да. Вот из тех мест, получается, где ты не была, это Архиз. На следующем году будет Архиз. Вот я туда и хочу. Я прямо уже прямо знаю. Я прямо сама под большим впечатлением от этого места. Да, и мы там. Потому что без вашего поля, без Светланы, без себя я уже... Я просто не представляю. Вот, честно говоря, я буду скучать, я буду жить этой встречей. Поэтому я знаю, что мы встретимся однозначно. Спасибо тебе большое за теплый отзыв и до новых встреч. До новых встреч. Благодарю. Спасибо.